Итак, мы немножко поговорили с вами об обязанностях человека. Зачем обязанности нужны? Обязанности нужны для того, чтобы углублять отношения. Люди не выполняют свои обязанности, отношения рушатся. Есть еще один момент, который я тоже хотел бы сказать, часто встречается. Часто мужчины не учитывают эмоции женщины во время близких отношений. Мужчина часто ведет себя немножко агрессивно, грубовато. Это приводит к тому, что женщина испытывает большие трудности от этих отношений. Она реально страдает. У женщины очень чувствительный организм. И мужчина должен очень аккуратно обращаться также с женщинами в этих вопросах. Это тоже важно знать. Но самое главное, следует знать, что весь корень всех проблем в жизни человека находится не в том, что я сейчас описал. Поймите, что вот эти вещи все, которые я сейчас объяснил, они раскрываются только у развитых людей. Вот сколько бы я ни говорил об обязанностях мужчины, все равно, чтобы понять свою жену, нужно иметь глубокое сердце. И чтобы понять своего мужа, тоже надо иметь глубокое сердце. Люди не видят друг друга, понимаете, не видят, не чувствуют друг друга. Причина, почему так происходит, это бездуховность. У нас сердце жесткое, понимаете. Каждый человек, который никогда не молился, он не знает свое сердце. Если его спросить, ты хороший человек, он скажет, я самый лучший человек. Когда человек никогда не молился, он не знает своих недостатков. И для него это темный лес вообще. Зато он очень хорошо знает недостатки всех своих друзей, знакомых и так далее. Знаете, вот во время духовной практики, во время молитвы, когда открываешь свои недостатки, становится жутковато. Но когда ты их узнаешь, то это реально, вот действительно так. Поэтому самое главное в жизни человека – это молитва, это работа над собой. Это победа вот в этом, в зоне сердца. Победа, связанная с сердцем, самая главная в жизни. В этом заключается смысл вообще правильной жизни. Вот я сегодня с утра проснулся, начал молиться, сосредоточился. И дальше я описываю вам то, что я почувствовал. Первое, что я почувствовал, что я очень устал. Я почувствовал, что болезни накапливаются в теле от аскезы. Я каждый день, это каждое утро это чувствую. Я начал, сосредоточился на святости, замер. Когда человек замирает, у него каналы начинают сначала напрягаться психически и потом прочищаться. Сел очень неподвижно, начал находиться в неподвижном состоянии и слушать голос святого. Все глубже, глубже, глубже. И постепенно я почувствовал, что каналы психические прочищаются, легкость теле наступила. Когда легкость наступила, психика пошла глубже. Дальше я почувствовал Ригу, почувствовал этот город, что этот город находится в состоянии психической депрессии, подавленности и напряжения внутреннего, ожидания такого тяжелого. Я начал в своей молитве преодолевать это состояние, пытаться помочь этому городу, пытаться помочь разгрузить эту атмосферу, сделать так, чтобы эта атмосфера ушла. Я заметил, что у людей очень сильная неопределенность в жизни. Я почувствовал, что они как будто скованы своей судьбой очень сильно. Им трудно из этих рамок вырваться. Они как будто находятся в каких-то тисках. Я такое вот ощущение. И люди страдают от этих тисков психических. Им очень трудно себя раскрыть. Очень трудно сделать так, чтобы сердце почувствовало свободу и легкость. Все везде какая-то зажатость, напряженность, замкнутость, безысходность. Вот такая психическая энергия. Знаете, если вы переедете в другое место, будет то же самое. Вот когда я нахожусь в Москве, и когда я побеждаю все свои болезни, начинаю настраиваться на Москву, то дальше я чувствую следующее. Жесткость, жестокость, агрессию, хамство, грубость, бескомпромиссность. Понимаете? Энергия Москвы. Когда я приезжаю в Германию, допустим, сейчас после вас поеду, и начну там молиться, после того, как я сниму с себя напряжение и начну чувствовать это место, то там я увижу категоричность, жесткость, непреклонность, отчужденность, напористость, бескомпромиссность, жесткость, категоричность и так далее. Отчего там люди страдают? Они ходят вот такие напряженные все. Они страдают от этой энергии. И есть такая русская пословица «Хрен редкий и не слаще». Понимаете? Куда бы ни приехал, везде свои проблемы. Вот вы уезжаете из Риги, допустим, в Москву. Рига, Москва. Я жду тебя, любимый. Приехали туда, там нету вот этого, там все, гуляй, веселись. Нет скованности никакой. Что хочу, то и ворочу. Но там есть другие проблемы, понимаете? То есть везде, в мире, в этом, в каждом месте, куда бы вы ни поехали, есть свои проблемы. И поэтому не надо думать, что здесь хуже, чем там. Просто поймите, вот эти проблемы, они нужны человеку для того, чтобы победить себя. Когда человек в молитве начинает, я начал молиться, я почувствовал, что я своей внутренней силой побеждаю вот эту вот скованность, депрессивность. У меня появились силы, и я как бы в сердце свое, в мое сердце раз, вырвалось сквозь это всего. Я почувствовал, что когда сквозь это прорываешься, человек становится величественным, сильным, спокойным, радостным. И при этом сохраняется деликатность, которая присуща этому месту, доброта, отзывчивость, желание заботиться. Понимаете? То есть когда ты преодолеваешь то препятствие, которое находится внутри, то ты становишься здесь очень востребованным человеком. Потому что ты сохраняешь то, что здесь хорошего есть, и плюс получаешь то, чего здесь нет. Вот, допустим, женщины часто мне подходят, говорят, Олег Геннадьевич, одиночество, одиночество, невозможно познакомиться ни с кем. Одиночество — это как раз вот эта энергия скованности. Почему одиночество? А даже женщина познакомилась, ей потом очень трудно выйти замуж за этого человека, ей надо несколько лет общаться с ним, чтобы поверить, что он хороший человек, что можно выходить замуж. Это опять скованность вот эта. Ну, уже вроде познакомилась, надо прыгать замуж уже, что делать? Нет, даже ты так не сможешь сделать, потому что у него та же самая скованность. Он тоже не может сразу, ему нужно понять человека постепенно, тоже какое-то время общаться. Видите, эта энергия, ей всё пронизано. Что делать? Объясняю. Пожалуйста, поверьте мне, и вы будете счастливы. Просто действуйте так, и вы будете счастливы. Концентрация на звуке святого человека. Слушаем голос святого человека. Кланяемся его изображению. Читаем молитву. Я хочу тебе служить, я хочу тебе служить. Я не хочу поддаваться вот этой жизни, скованности, вот тому, что всё, я хочу тебе служить. Я желаю всем счастья, то есть такой настрой. Забыть про себя. Когда человек думает о своей вот этой зажатости, чем больше он об этом думает, тем больше он страдает от этого. Он погружается в эту атмосферу. Когда человек думает о святом человеке, о молитве, то эта вся атмосфера рассасывается сама, она развеивается. И душа становится господином своей судьбы. Она сама побеждает свою судьбу с помощью отношений с Богом. Душа маленькая частичка Бога, она всегда зависима. Вопрос от чего? Если мы думаем об этой скованности, мы зависим от этой скованности. Если я думаю, что я не замужем, значит я никогда не выйду замуж. Если я думаю о Боге, если я думаю о счастье, которое даёт эти отношения, я кланяюсь Богу, я хочу служить, я хочу заботиться обо всех, я хочу всем помогать. Тогда совсем другая жизнь, понимаете? Вот Лена объединяет вокруг себя здесь людей, которые хотят всем помогать. Она каждый раз, когда мы на обеде собираемся, она не может есть даже. Она постоянно мне рассказывает, как люди все помогают всем и как здесь классно из-за этого. Вот. И потом она, когда уже все расходятся, она кушает только после этого. Вот. Целый большой батальон у ней людей, которые хотят всем служить, помогать, молиться. Вот. Объединяйтесь. У вас, Елена, есть клуб благость здесь или нет? Есть, да? Можно в клуб благость приходить, лекции слушать. Сначала нужно напитаться этой силой, понимаете? И во время этой молитвы я молился дальше, дальше, дальше. И постепенно в моем сердце появилась сила. Я почувствовал победу над судьбой. Но моя судьба находится, понимаете, мне неинтересна своя жизнь. Мне неинтересна своя жизнь. У меня раньше был какой-то интерес к тому, чтобы на земле там жить. Это же классно, на земле жить. Огурчики есть выращены в своем огороде. Просто супер, так, ну, классно. Вот совсем состарюсь, когда кости не будут, как бы. Я буду на земле жить, хорошо, ну, то есть буду ходить, вальяжно огурчики кушать. Это такая мечта была. А сейчас у меня нет в этом никакой потребности. Я вот чувствую, что я живу для вас. Я хочу, чтобы вы были счастливы. У меня нет другой потребности. И я поэтому с утра настроился вот в этой молитве, потому что так жить лучше всего. Такая классная жизнь, жить для других людей. Когда человек забывает про себя, его жизнь становится прекрасной. Она становится счастливой. Самые глубокие эмоции человек испытывает постоянно в отношениях с другими людьми. Просто отвлекитесь от себя, и вы победите всю свою судьбу. Женщина, которая забыла, что она не замужем, в ряд выстроятся мужики, чтобы замуж ее взять. Ну, в ряд. Потому что в женщине столько всего прекрасного. Ей не нужно напрягаться, чтобы выйти замуж вообще. Надо просто забыть про себя и стать Золушкой. Помните Золушка фильм? Вот это классический пример. Когда была мачеха, да? У нее двое дочек, о которых она заботилась и была. Еще дочка мужа, то есть падчерица, то есть дочка, которая неродной для матери была. И, ну, она ее гоняла постоянно по дому. Та такая веселая, по всех заботится такая, всем служит. И про себя вообще забыла. Про себя забыла вообще. И вышла замуж за принца, в конце концов. Она самая достойная оказалась выйти замуж за принца. Это не сказка, это реальность, понимаете? Это реальность, это ведическая притча, которая давно, с древних времен существует. И эта притча является реальностью жизни. Это факт стопроцентный. Когда женщина забывает про себя, выходит замуж. Рассказываю историю. Ко мне подошла одна девушка в одном уральском городе. Такая показала мне левую руку. Я по руке определяю, когда человек выйдет замуж. Все видно, хорошо. Вот посмотрел ей на руку, определил. Шансов нет. Просто ни одного. Вот. Ну, как бы я не буду женщине это говорить. Я ей сказал, надо работать над собой. Надо развивать женские качества, служить другим. И тогда выйди замуж. Она такая вдохновилась. Вот. Через год приезжаю. Она такая заботится обо всех. Очень разумный человек. Молитву совершает, заботится обо всех. Пришла, руку показала. Говорит, когда замуж? Я смотрю на руку ей и вижу, что шансов нет. Вот. И говорю, надо продолжать. Заботиться обо всех. И все прочее. И на следующий год, на третий год, на третий год приезжаю. Смотрю на нее. Такая она развилась сильно. Стала такая уже лучше, симпатичнее. Такое качество. Хорошие женские начали проявляться. На руку смотрю. Пустота. И она меня спрашивает, когда замуж-то я выйду. Я говорю, надо продолжать. И она продолжает. На следующий год приезжаю. Она как раз пришла готовить. Она уже там в клубе благость. Там пришла готовить, помогать. Ничего не подходит, ничего не спрашивает. Я смотрю, улыбается такая счастливая. Я подхожу к ней, говорю, что уже познакомилась с кем-то, что ли? Она говорит, нет. Я говорю, а что такая счастливая там? Она говорит, а я, вот знаете, в какой-то момент вдруг перестала об этом думать. И я почувствовала себя очень счастливой. И что я победила свою судьбу. Я-то настолько сильно отдаю себя другим, настолько сильно служу, что у меня вот это чувство одиночества пропало в сердце. Я его восполняю через отношения с друзьями, то есть с подружками, через духовную жизнь, через молитвы, через отношения с Богом. Я полностью раскрыла свое сердце, и у меня нет чувства одиночества. Я смотрю ей на руку, вижу, выйдет замуж. И в этот же год она познакомилась с очень духовно развитым человеком. Понимаете, у человека ноль было вообще по судьбе, но никак она не могла выйти. Таких девушек, может быть, одна из тысячи вот так встречаешь. Вообще, если девушка рождается в женской теле, то она, значит, должна выйти замуж, понимаете? Женское тело для этого предназначено вообще-то. Но бывают женщины, Бог сильно любит, когда женщину, Он дает ей такие экзамены, испытания, чтобы она сильно развилась как личность. И, значит, у нее есть также и возможность так развиться. Она вот так вот. А другая подошла вообще, у нее настолько безнадега, что там шансов нет вообще. И она мне спросила, когда я выйду замуж, я говорю, может, вам лучше в монастырь, молодая девушка? Она так обрадовалась. Она говорит, я всю жизнь, с детства думала, что мне надо жить в монастыре. Ее Бог дал счастье вот в этом. И она пошла в монастырь сейчас счастлива, бесконечно там жить. В монастыре же в тысячу раз лучше, чем с мужем жить. Там духовные же отношения люди развивают. А в семейной жизни материальные. И поэтому страдания всегда в семейной жизни. Несомненно. Но это же высшее проявление человека, жить в монастыре. Ну, это надо быть очень развитым для этого духовно. Поэтому обычная жизнь — это жить в семье для женщин. Могу вам сказать по секрету, что вряд ли одна из вас будет иметь такую судьбу, чтобы шансов нет выйти замуж. Могу также вам сказать не по секрету, а по правде, что большинство из вас не могут сейчас реализовать свою возможность выйти замуж. Причина — это душевная лень. Вот если бы чуть-чуть хотя бы трудились над своей душой, просто чуть-чуть жили в молитве, чуть-чуть понимали, как это правильно делать. Правильно жить в молитве означает слушать голос святого человека, молиться вместе с ним и кланяться ему. Надо концентрироваться не на себя, не на свою проблему, а на святость. В этом заключается принцип. Надо очень сильно в этот принцип погружаться. И когда погружение придет в достаточной степени, карма растворяется. Понимаете, для вас вот час в день молитвы для большинства из вас, и вы уже замужем. Через год уже все. До свидания, одиночество. Как это происходит внешне, я вам могу сказать. Девушка, когда в своем сердце одиночество побеждает, она становится другой. Вот девушка, которая в сердце одинокое, она, знаете, как серая мышка. Вот она красится все, ну как бы, серая мышка с накрашенными губами. Ну поймите, как бы, ну ничего не меняется. То есть вот как бы она ни одевалась, ничего не меняется. Если по судьбе не положено, она как в скафандре находится. На нее никто не смотрит. Как этот скафандр убрать? Этот скафандр убирается с помощью молитвы. Когда человек настраивается на святость, на голос святого человека, на Бога, что происходит с ним? Сердце раскрывается, как цветок. Женщина реализует в себе определенный тип энергии, который очень ценен в этом мире. Вот знаете, все женщины знают один тип энергии. Этот тип энергии — это удивить человека своей внешностью. Это все женщины знают и все ей пользуются. Этот тип энергии предназначен для половых отношений. Он возбуждает мужчине только желание секса и все, больше ничего. И с этой точки зрения, каждая женщина, которая реализовала в себе эту силу, ну вот силу, возможность впечатлить собой, то эта сила идет только на половые отношения. Единственное, чего мужчина хочет, он хочет завладеть этой женщиной и все, больше ничего. Это не вызывает желания создать семью вообще никакого, абсолютно. Теперь слушайте меня внимательно. Есть особый вид энергии у женщины, который у женщины проявляется только в семейной жизни, при близких отношениях с мужем, или в отношениях с детьми, или у женщины неженатой проявляется только в том случае, если она удовлетворила Бога. Это необычная энергия, которая исходит из сердца женщины. И обычно у женщины сердце холодное. Если она не замужем, у ней сердце холодное. У ней внешность очень эффективная, а сердце холодное. Но когда женщина молится, серьезно думает о святом человеке, то первое, что она в себе обнаруживает, у ней теплеет сердце. И когда у ней теплеет сердце, она начинает любить всех живых существ. Она хочет посадить деревце возле дома, ей нравятся птички, она хочет о них заботиться. Она хочет бабушку-соседку накормить, она хочет подружке помочь. У нее вот эта теплота и сердце становятся необыкновенной наградой для всех. Она обладает, такая женщина начинает обладать огромным магнетизмом. И она начинает притягивать тех мужчин, которые хотят семью создать. Мужчины, понимаете, он как бы живет, живет, и в общем-то ему ничего не надо до определенного времени. Но в какой-то промежуток времени у мужчины появляет сильное желание создать семью. Именно в это время его и надо подцепить. Это может быть там год в жизни бывает, там мужчина вот живет, живет, он живет, и ему ничего не надо. Но где-то, допустим, в 29 лет у него такой период, что он не может просто так жить, ему надо создать семью. У него появляется желание в теплоте, в женской. Не в красоте. Сейчас же люди без проблем, как бы сейчас все распущено. Красотой женской пользоваться может любой человек. Не обязательно женатый. Пошел где-нибудь себе подцепил, погулял, выбросил. Понимаете? То есть это такой как бы расхожий товар. Не надо сильно напрягаться, чтобы с кем-то познакомиться. Это не проблема. Но вот желание создать семью у мужчины в сердце возникает какой-то промежуток времени в жизни. И в этот момент он ищет каких женщин? Некрасивых, а теплых. Тех, от которых семьей пахнет. Знаете, женщины обладают запахом все. Одни красивым, другие семейным. И вот когда женщина с семьей пахнет, то тогда он хочет строить с ней долгосрочные отношения. Обычно в этом случае он с ней знакомится очень аккуратно. Сразу, очень быстро зовет ее замуж. Ну то есть немножко пообщался, месяц-два уже серьезные планы в отношениях строит. Он чувствует от нее защиту, надежду, веру. Такая женщина обычно ведет себя очень верно. Она чувствует, что мужчина как бы ее хочет замуж взять. И она привязывается к нему и больше ни о ком думать не хочет. Чтобы тепло вот это из сердца пошло, нужна милость Бога. Когда женщина думает о Боге, она молится Ему, то неожиданно для себя она из своего сердца это тепло обнаруживает. Поймите, все женщины эгоистичны так же, как мужчины. В чем эгоизм женщины заключается? Она хочет пользоваться своей красотой. Она хочет, чтобы на нее смотрели, обращали внимание. Она хочет, чтобы ей улыбались. Она хочет, чтобы от нее падали в оморок. Она хочет, чтобы управлять с помощью своей красоты весь всем миром. Понимаете, все женщины вот так сотканы. Это их природа. И это выйти замуж не помогает. Потому что это называется эксплуатацией энергии любви. Но если женщина молится Богу, у нее сердце разворачивается, у нее психика поворачивается в сторону не эксплуатации энергии любви и управления с помощью своей красотой всего мира. А женщина начинает служить своей любовью другим. Она не думает в этот момент о том, красивая она или нет. Она также наряжается, все то же самое. Но она становится другой внешне. То есть она думает о других людях. У нее взгляд становится заботливым. От нее исходит энергия матери. Она становится очень чуткой, заботливой, внимательной, честной, искренней, верной и так далее. И это очень сильно подкупает. Это бьет на повал. Любой мужчина, когда видит такое в женщине, он всегда не может устоять. Если она тем более одинока и он тоже такой же. Видите, так можно объяснить все. Допустим, я вам раскрыл только одну тему. Тему одиночества, которая очень актуальна вообще. В России, ну как бы здесь, в Европе, вообще не только в Риге. Потому что влияние кету, это злая планета, которая разрушает отношения. Очень сильно. В России влияние раху. Раху означает мат-перемат, алкоголь, грубость, хамство и беспредел. В Европе нет грубости, хамства и мата, беспредела нет. Здесь влияет кету. Кету означает холод в отношениях, хоть и внешняя теплота, одиночество, депрессия и безнадёга. Понимаете? И вот с кету бороться надо здесь очень серьёзно. В чём для мужчины эта борьба заключается? Как действует кету на мужчину? Мужчина становится безразличным. Ему всё равно там, что с женой происходит, что с детьми. Становится холодным под влиянием кету. Мужчина, который не женатый, он не хочет жениться. Кету так действует, что мужчина не хочет брать ответственность за женщину, за детей. Он хочет наслаждаться только ей всё. С помощью молитвы мужчина может победить в себе такую наклонность и развивать в себе заботливость и ответственность. Когда мужчина развивает в себе заботливость и ответственность, он хочет взять ответственность за женщину, расписаться с ней, жить честно, законно с ней. Не просто там «ты сама по себе, я сам по себе», а близкие отношения строить, заботиться о женщине. То тогда в этом случае, это только с помощью молитвы возможно, потому что люди как роботы, понимаете, живут. Они живут под влиянием этих сил. Вот сила влияет, сердце ба-бам, стало холодным, всё. И что можно с ней сделать? Когда человек с молитвой живёт, когда он думает о Боге больше, когда он голос святого человека слушает, то сердце разворачивается в сторону служения. Как только оно в сторону служения развернулось, не могут влиять эти силы на сердце. Человек освобождается, он начинает это в других видеть и в себе и освобождается от этого влияния. Это то, что произошло у меня сегодня во время молитвы. Я освободился от этого влияния, и мне захотелось помочь всем. Я захотел это рассказать сегодня на лекции, передать это знание. Мужчина становится счастливейшим человеком. И я заметил, что как бы здесь, в Латвии, если человек побеждает это влияние кету, то у него всё наоборот становится. Он становится заботливейшим человеком, внимательнейшим человеком. Он становится очень чутким. Он пытается всех расшевелить, пытается всем помочь, пытается всех раскачать, чтобы вывести из депрессии людей. Он постоянно активен в помощи другим. Он не хочет мириться с этим совсем. И такой человек становится счастливым. Он реально помогает другим людям. Ему интересно и радостно жить. Но победа над судьбой всегда происходит только внутреннего напряжения в сторону святости. Вы думаете о святом человеке, кланяетесь ему, думаете, потом раз, чувствуете, сердце освободилось от чего-то. Постепенно вы поймёте от чего. Вы поймёте, как действует этот мир. Вы поймёте трудности этой местности. Вы поймёте, как их побеждать. Здесь нет проблем устроиться на работу. Нет проблем выйти замуж. Просто есть одна проблема, что сделать это тяжелее, чем в других местах. Психически. Психически означает, больше сил надо тратить на молитву. И всё. Вы помолились, разбили вот эту психическую энергию плохую. Дальше у вас всё получится. И получится лучше, чем в других местах даже. Потому что вы больше усилий приложили к этому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok